Микс-ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире программа «Диагноз недели» с Ариэльем Резником-Мартовым. Сегодня ее проведу я в виде исключения Артем Липин, наш звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня, как обычно, обсуждаем животрепещущую психологическую тему. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, наверное, уже не раз всплывала в наших эфирах. Но почему я сегодня к ней обращусь? Потому что август, и в воздухе уже пахнет осенью. И по мере приближения осени у людей появляются разные, скажем так, нарушения привычного их психологического состояния. И одно из самых частых проявлений, которым я сейчас чаще слышу, – это бессонница. Бессонница, и она у всех проявляется по-разному. Кто-то говорит просто о том, что вроде бы за день так устает, что никак не может уснуть, в голове крутятся разные мысли, перевозбуждение и так далее. Кто-то говорит о том, что засыпает хорошо, но рано просыпается, и в голову начинают лезть все те же беспокойные мысли о самых разных вещах, о работе, о близких, о детях, о здоровье, о самых разных предметах, которые беспокоят. У кого-то это носит такой экстремальный характер, а человек вдруг посреди ночи подскакивает с сильным-сильным сердцебиением, с ощущением нехватки воздуха, с чувством паники и так далее. Естественно, очень долго не может заснуть, а в дальнейшем, в следующей ночи уже ждет ночи со страхом, не повторится ли все это. И все это одна и та же бессонница, только с самыми разными основаниями. И одно из самых распространенных оснований для бессонницы – это тревога, которую не каждый осознает при этом. Тревога может быть вызвана, получается, чем угодно. Ну, по большому счету. У каждого из нас есть свой постоянный базовый уровень тревожности. Может, его не то у святых, но со святыми я не встречался. Но свой уровень тревожности, разумный, нормальный, можно так выразиться, есть у нас у всех. Мы все о чем-то иногда волнуемся, о чем-то переживаем, о каких-то грядущих событиях, иногда с основаниями, без оснований, но о чем-то переживаем. Есть люди, у которых тревога не изначально, но со временем накапливалась выше, чем у большинства других. И этот уровень тревожности, повышаясь по мере накопления тревоги, начинает искать себе все новые точки приложения. И почему эта тревога имеет отношение ко сну, в общем-то, понятно. Потому что сон – это тот момент, когда сознание хочет заснуть, оно или заснул, или оно не может заснуть, потому что есть дрема такая, но расслабиться до конца, чтобы погрузиться в полноценный сон, человек не может. И именно тогда, когда слабеют контроли сознания, тревога вырывается наружу. В принципе, тревога – состояние, которое у большинства людей чаще всего усиливается к вечеру. Большинство моих пациентов, когда спрашиваю о тревоге, они говорят о тревоге, я всегда спрашиваю, когда она сильнее утром или вечером. И у большинства людей с утра всё более-менее, вот к вечеру она начинает нарастать. Утро вечера мудренее, так сказать. Ну, во всяком случае, спокойнее, не знаю, мудренее ли, но в основном спокойнее. Есть депрессия, депрессивное состояние, когда подавленность с утра уже тяжёлая, а к вечеру, наоборот, становится легче. Мы сегодня говорим о тревоге. В каких рамках эта тревога может быть? В самых разных. Это может быть тревожная депрессия, это может быть диагноз, который называется генерализованная тревога, когда тревога является ведущим симптомом. Есть уже всем известное посттравматическое средство расстройства, при котором, кстати, нарушения сна очень часто проявляются не только тревогой или бессонницей, а тяжёлыми, кошмарными сновидениями, от которых человек просыпается в ужасе и потом ещё долго-долго не может уснуть. В чём проблема с тревожной бессонницей? Потому что люди зачастую хорошо распознают, что у них бессонница, иди не распознай, но плохо распознают её связь с тревогой. В том числе проблема ещё и в том, что всегда было известно, что тревога влияет на качество сна. Но не так давно ряд исследований подтвердил, что просто плохой сон, даже у не очень тревожного человека, может вызвать обострение тревоги. То есть человек, плохо выспавшийся, а тем более плохо спящий на протяжении нескольких ночей, становится постепенно намного тревожней. И в свою очередь накопившаяся тревога мешает ему высыпаться. То есть это такой замкнутый круг, даже спираль скорее, потому что становится всё сложнее и хуже, и хуже. Да, это заколдованный круг, и с ним очень трудно разбираться. Но мы надеемся всё-таки как-то возможно. Да, возможно. Нужно. Просто в чём беда? Люди, обнаруживая у себя бессонницу, очень редко идут за помощью психиатру и психотерапевту. В первую очередь все обращаются к семейному врачу. В лучшем случае к неврологу. И обычно есть понятный подход. Если у тебя бессонница, надо сделать всё, чтобы ты заснул. Вот тебе снотворное. Вот тебе снотворное, вот тебе танквилизатор, или ещё что-то в том духе. То есть это получается чисто в виде симптоматического лечения. Бессонница – симптом, а то, что в основе её лежит, та самая тревога, это не распознаётся, не озвучивается, и, соответственно, лечится просто снотворными. Хорошо. Тогда давайте проговорим. А в чём… Ну, есть же бессонница, просто бессонница, и не тревожная. В чём разница? Как определить, что у тебя именно тревожная бессонница? Именно вслушиваясь в себя. Именно ощущая… Ну, очень простая вещь. Если вы проснулись рано утром или посреди ночи, и вроде бы уже закрыли глаза, и заснули бы обратно, но в голову начинают лезть мысли о всяческих проблемах, которые у вас сейчас присутствуют, о здоровье близких, об учёбе детей, о собственных проблемах, о финансовых проблемах или какие-то неприятные воспоминания. То есть если ты не можешь заснуть не просто потому, что ты уже вроде как лежишь, смотришь в потолок, пытаешься взять книжку, а сон просто не идёт. Или бы я так, что человек проснулся, говорит, а у меня ощущение, что я выспался, не хочешь мне больше спать, и всё. Здесь как раз, если прислушаться, всегда будет какой-то элемент тревоги. И это как раз распознать проще всего. И лечение… Бессонница бывает разная, сегодня мы говорим именно о тревожной бессоннице, но выбор лечения, выбор способа лечения очень зависит от того, какова эта тревога. Поэтому у тебя бессонница, на тебе снотворная, это так же, как на тебе таблетку от живота или таблетку от головы. Это подход, который, да, на какое-то время поможет. Наверное, на каком-то этапе снотворные необходимы. Или снотворный, или транквилизатор. Но есть такое вообще ощущение, что если тревога вызвана какой-то конкретной проблемой, что если эту проблему решить, то как бы тревога вроде и уйдёт. Но это, наверное, обманчивое ощущение. Наверное, бывает и так. У моего человека есть какая-то проблема в жизни, которую он очень переживает и спать не может. И, наверное, когда эта проблема разрешается, проблема на работе, проблема в семье, то, наверное, приходит больше спокойствие и тревога уходит. Но это такая тревога ситуативная или реактивная, как реакция на что-то возникающее. А чаще всего тревога бывает не как реакция. То есть она даже может, как я уже сказал, находиться в точке приложения в чём-то актуальном сегодня. Но это та тревожность, которая у тебя живёт всё время. Поэтому в чём разница в лечении? Если мы лечим обычную бессонницу, мы ищем какие-то другие механизмы, да, здесь снотворные, возможно, что-то ищу. Или если мы лечим тревожную депрессию или генерализованную тревогу, мы совершенно точно не справимся только с препаратами вроде снотворных или транквилизаторов. Нам всё равно понадобятся какие-то антидепрессанты с выраженным противотревожным эффектом. Это как, скажем так, медикаментозная помощь. Но по большому счёту лечить всё это постоянно, только медикаментами, тоже достаточно тупиковый путь. Потому что если тревога в человеке и как часть его состояния души на данный момент, и как некий результат его подхода к жизни в общем и целом, как некий результат накопления, то хорошо, мы человеку дадим антидепрессанты, мы дадим ему снотворные. По мере действия антидепрессантов, снотворные мы отменим. Потом человек пропьёт антидепрессанты более длительным курсом, их мы тоже постепенно отменим, потому что вряд ли мы будем их пить до конца дней. Но если у человека не поменялся подход жизни, подход к себе, то эта тревога рано или поздно вернётся. Мы часто говорили в передачах тревога – это удел гиперответственных людей, перфекционистов, людей, которые не могут относиться, что во многих случаях хорошо, к своим обязанностям, рабочим, семейным, родительским, у них наплевательски. Они всегда стараются быть дотошны, усердны, не упускать никакой мелочи и везде приложить максимум усилий, выложиться полностью. Но люди подобного склада, к сожалению, не умеют расслабляться, не имеют дыхать. Тревогу они копят. Поэтому да, мы, наверное, можем это состояние пролечить с помощью антидепрессантов, но с высокой степенью вероятности рано или поздно подход человека к жизни снова приведёт его в то же тревожное состояние и к той же тревожной бессоннице. Бессонница и бессонница. Чем она опасна, по сути своей? Во-первых, она опасна практически для всех систем организма. Это вредно и для сердечно-сосудистой системы, это вредно для... Мозга. Мозга, вредно, способность концентрации. Мы уже не говорим, что человек, который постоянно не высыпается, неэффективен на работе. Он, в конце концов, просто опасен за рулём. Мы периодически читаем где-нибудь в новостях, как кто-то заснул за рулём, чем это закончилось. Ну, заснул за рулём в крайний случай, но человек, который просто не способен концентрироваться, который чувствуется разбитым, и просто скорость его реакции на какую-то ситуацию на дороге снижена, это тоже опасно. Ну, и даже просто в общении ты хуже контролируешь свои эмоции, срываешься на окружающих, или наоборот, не запоминаешь какие-то детали важные для работы или для общения с людьми. Чем опасна и чем ужасна бессонница? Сон – это незаменимый способ нашего восстановления. Когда-то, помню, был эксперимент. Каким-то, по-моему, мышам, на которых вечно ставят эксперименты, жестокие, жестокие учёные, им не давали спать, потом брали у них кровь и вводили мышам, которые высыпались. И мыши, получившие эту кровь, тоже становились сонными, разбитыми и демонстрировали те же признаки, тоже поведение, что мыши, страдавшие бессонницей. То есть, видно, есть некие вещества, можно сказать, токсины как-то условно, которые у невыспавшего человека циркулируют в крови и действуют на всё, что с ним происходит. Но если мы такой небольшой шажок в сторону сделаем, если мы про сон заговорили, и известны такие многие методики сна, которые укорачивают в время сна. Наверняка вы слышали, там условная методика да винчи, где раз в 4 часа 15 минут спать есть какие-то там двуфазные, трёхфазные виды сна и так далее, где в общей сложности количество сна укорачивается, но очень многих специалистов вызывает вопрос безопасности таких методов. Я, честно говоря, с этими методиками не сталкивался, я о них читал. Да, есть быстрая фаза сна, есть медленная фаза сна, это мы знаем, но вот эти разбитые сонно-фрагменты меня не внушают особого доверия, я не уверен, что это подходит как. Может, есть люди, которым это подходит. Есть люди, говорят, из истории, были великие учёные, великие умы, которые не нуждались во сне. Возможно, какая-то творческая энергия поддерживала их на плаву. Ну и даже синдром, если не ошибаюсь, такой, когда человек действительно не засыпает. Говорят, что есть, говорят, что есть, но я такого личства и практики этого не встречал. Но я бы, наверное, никому совершенно точно не рекомендовал экспериментировать с этими сложными методиками, потому что длительные нарушения сна обязательно придут к чему-нибудь нехорошему в плане физического здоровья, в плане психического здоровья. Но не секрет, что есть масса людей, которые очень любят за бессонницу и бороться с помощью алкоголя. То есть, после бокала вина или 100 грамм водки я лучше засыпаю. И да, на какое-то время это, конечно, работает. Просто через некоторое время мы замечаем, что, чтобы заснуть, нужно 2 бокала вина или 3 бокала вина. Мы привыкаем. Или ты просыпаешься очень рано, и у тебя уже есть некие симптомы лёгкого похмелья. Ты себя чувствуешь разбитый, у тебя неприятные ощущения, и тебе приходится опять что-то принимать, чтобы заснуть дальше. Мы сейчас, наверное, прервёмся на небольшую рекламу. После чего вернёмся. Я вижу, что уже есть звонки. Вот после перерыва и начнём их принимать понемножку. Продолжаем мы диагноз недели с Риэлем Редико-Мартовым. Напомню, телефон на прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, или вы можете задавать свои вопросы по WhatsApp, прислав сообщение на номер 2306191. Мы говорим сегодня о тревожной бессоннице, о том, почему она опасна и как с ней, собственно, бороться. Отдельный тип бессонницы, тот, о котором я уже упоминал, когда человек просыпается, вдруг его подбрасывает на кровати. Паническое такое. Да, у него очень учащённое сердцебиение. Оно, кстати, может быть не очень учащённое, но субъективно оно ощущается как невероятно частое. Некоторые даже описывают, что как будто в груди грохочет, сердце колотится с такой силой, что в груди грохочет. Конечно, субъективное ощущение, но люди так это воспринимают. Нехватка дыхания. Некоторые в этом состоянии могут встать, попить воды, потихоньку успокоиться и попытаться заснуть снова. У некоторых это разворачивается в полноценную паническую атаку, и они вызывают скорую, и начинаются долгие обследования и так далее. Беда панических атак, как часть человеческой тревожности, в том, что это, наверное, логично, потому что сначала люди отправляются пролить разные обследования, чтобы исключить любые серьёзные физические причины. Но, к сожалению, очень часто люди уже прошли обследования, они сделали кардиограммы, эхокардиограммы, они сделали различные магнитные резонансы. Но почему-то мысль о том, что это может иметь отношение к психике, к тревожности, их не посещает. И они продолжают ходить по самым разным врачам, у них возникают очень типичные в этой ситуации мысли о том, что, наверное, врачи что-то не нашли, и они проходят эти обследования снова, снова, снова. Тратят на это большие деньги, тратят на массу времени. От этого тревожность только усиливается. Конечно, они впадают всё большее отчаяние, потому что причины нет, а симптомы есть. Вот только хотел принять звонок. Вот появился звонок, давайте мы его прямо сейчас и примем. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Будьте так любезны, а вы с вами, вы с нами говорите только о бессоннице или о сне вообще? Ну, в основном о тревожной бессоннице. О тревожной бессоннице. А что вас интересует по поводу сна? Ну, по поводу сна, уважаемый доктор, меня интересуют два вопроса. Первый вопрос. С возрастом, я это, в общем-то, на себе заметил, человек спит гораздо меньше, чем в юности, скажем так. В связи с чем это связано? И второе, ну, влияние храпа. Я так понимаю, что храп мешает только тем, кто окружает спящего, или, в общем-то, он негативно влияет на самого храпящего. Я думаю, что с возрастом... Спасибо. Я думаю, что с возрастом наших потребностей во сне, конечно же, меньше. С одной стороны, может быть, потому что растущему организму нужно на восстановление большей силы времени. Чем люди старше, наверное, тем меньше. Во-вторых, у людей в возрасте сон часто бывает тоже, кстати, с возрастом сон ухудшается, бывает поверхностным, потому что орден не глубок, поэтому мы часто видим, что люди в возрасте, они любят подремать. У них и сон ночной такой короткий, но и днём они часто любят прилечь или присесть подремать. А это не нарушение режима для них? Или в этом возрасте это уже норма? Нет, то есть людям уже не надо вставать на работу, и спешить никуда не надо. Для них вот такой, для многих такой стиль жизни, особенно если они не очень нашли себе применение с возрастом. Есть люди в возрасте и при этом весьма активные, у которых много-много интересов, чем заняться, семья, внуки, или они ещё и работают, у них есть хобби и тому подобные вещи. А если к этому себе некуда приложить, они дремлют чаще. Что касается храпа. Храп, конечно, не мешает окружающим, и это проблема, но сказать, что храп мешает только им, это большое заблуждение. Есть такие люди, которые храпят, можно заметить, что у них, говорят так, на какое-то время вдруг они перестают дышать. И резко храп прекращается. Перекращается, дышает, такой резкий вдох. Вот это называется ночное апноэ, остановки дыхания. И это очень вредный симптом. Это вредно для самого человека. Это вредно, потому что в этом состоянии повышается давление, и на какое-то время ухудшается кровоснабжение мозга. То есть, в общем-то, уже давно это известно, что с храпом нельзя обращаться легкомысленно. Если вам кто-то говорит, что вот у вас именно так влетит ваш сон, с этими остановками дыхания, очень рекомендуется обращаться к врачам. К ним именно? Есть специалисты, так называются сомнологи. В Латве тоже? Да, где-то есть. Точно совершенно. Есть более простые какие-то установки для храпа, есть какие-то способы для провоцирования носоглотки, есть ещё что-то, а есть такие целые аппараты, они чем-то похожи на аппараты для искусственного, не искусственного, а такой баллон, налицо на девятый сон, значит, маска, которая нагнетает воздух, и вот эта опноя прекращается. Я знаю людей, которые приобрели такие аппараты, достаточно дорогое удовольствие, как я понимаю, но они рассказывали, что качество сна улучшилось, и вообще бодрость самочувствия дневное после такого сна тоже намного лучше. Ну, возвращаясь обратно к тревожной бессоннице, есть ли, понятно, что, конечно, нужно обращаться к специалистам, в том числе к психологам, к психотерапевтам, к сапнологам, возможно, но есть ли какие-то вещи, которые следует, может быть, делать людям, которые чувствуют у себя вот эту тревожную бессонницу, или какие-то профилактические вещи, которые следует предпринимать, чтобы она не случилась у тебя, если ты, может быть, подвержен таким тревогам в целом тревожному состоянию? Отдыхать, например, чаще. Отдыхать чаще – замечательный совет. Только очень часто тревожные люди не умеют отдыхать. Они всегда, и это очень часто, и то, что из моих пациентов, у них всегда есть какое-то дело. Если человек только собрался прилечь отдохнуть, он сразу вспоминает, что что-то не убрано, а что-то нужно сделать, или нужно сделать какое-то, помочь какое-нибудь задание детям, или ещё что-то. И есть такой распространённый самообман. Я сейчас это сделаю, буду отдыхать. Но обычно человек сделал то, что надо сделать сейчас, он думает, ну, может, я сделаю что-нибудь ещё на несколько дней вперёд. Вот тогда-то где-то там в будущем я и отдохну. Этот отдых в будущем напоминает известный образ, по крайней мере, книжек, такого в жизни не видел, когда люди едут на осле, а перед ним на палке несут морковку. Он бежит за этой морковкой всё время, никогда её не догоняет, но всё время за ней бежит. Ну, ему, правда, в конце концов её скармливают, наверное. А вот люди, которые всё время находят себе такую морковку в делах, которые они вот-вот сделают, и тогда отдохнут, это бесконечная история. Есть масса вещей, которые обычно не требуют никаких специальных знаний. Есть занятия, которые помогают человеку расслабиться. Есть дыхательные упражнения, их описывают практически везде. И есть занятия типа тайцзи цюань, цигун и тому подобное. Есть множество дыхательных техник, есть множество упражнений на релаксацию. Есть старый, добрый, известный ещё с советских времен аутотренинг. Есть множество релаксирующих упражнений той или иной степени сложности. Всем этим можно заниматься, и всем этим людям обычно лень заниматься. Но в целом есть ещё такое ощущение, что, по крайней мере, это такой человек, которого вы описываете, что у него кроме обязанностей, ну там работы, семьи, ничего нет. Там какого-то хобби, например. То есть вроде как, если ему... И даже если бы он это хобби воспринимал как работу, но он такой, мне надо раз, час в сутки мне нужно вязать, или играть на гитаре, или не знаю, что-то ещё. Если ему воспринимать это как работу, но при этом он бы всё равно отдыхал. Гиперответственный человек ухитрится сделать работу из всего, и ответственность. Из хобби, из секса, из здорового образа жизни, из всего на свете. Ну, наверное, мы говорим о таких уже достаточно далеко зашедших случаях, но да, хорошее хобби ещё никому не повредило, особенно то, что позволяет тебе то, чем ты занимаешься не потому, что надо, а потому, что нравится. То, чем ты занимаешься, что тебе доставляет удовольствие. Правда, тревожные, ответственные люди тоже нашли здесь свою хитрость и говорят, так я от своей работы получаю удовольствие. Но ведь есть люди, которые на самом деле получают удовольствие от работы. Есть. Но когда я от удовольствия сплошь и рядом с утра до позднего вечера, и когда под удовольствием, удовольствием подразумевается в данном случае удовлетворение от выполненного долга. Удовлетворение от выполненного долга это немножко другая история, потому что если долг твой бесконечен, ты всё время получаешь удовлетворение, его выполняешь. Есть, конечно, совсем простые вещи, которые, мне кажется, пишут везде, в наш век гаджетов перед сном лучше не смотреть телевизор, перед сном лучше не лежать в кровати с планшетом или с мобильным телефоном. Те вещи, которые желательно убирать подальше. А с книгой можно? С книгой можно. С книгой можно. А если, я просто, мне самому это важно, есть ли книга на телефоне? Потому что я, например, сам читаю электронные книги. Или тут дело именно в особенностях экрана? Ну, вот считается, что свет экранов, неважно, это планшета, компьютер или мобильного телефона, уже скверно действует на сон. Есть электронные читалки, где есть эффект электронной бумаги. То есть фактически это экран без света, он выглядит именно как книжная страница. Это, наверное, значительно лучше. Ну, это опять такая общая гигиена сна. И, можно сказать, всякие банальщики. Перед сном хорошо бы погулять спокойно, не спеша. Перед сном хорошо бы пообщаться не спеша с семьёй или с близкими, интересными людьми и тому подобное. Но это все знают. Все знают, и никто не находит на это времени. К сожалению. Но это вы ещё вот так говорите, такие вещи. Можно пообщаться с семьёй, если она есть. Многие люди живут одиноко. Холостяки. И это тоже проблема, наверное. И это тоже, наверное. Есть холостяки с устоявшимся укладом, которые вовремя идут спать, вовремя встают. Наверное, есть и такое. Я 32 года или 33 года как нехолостяк. Поэтому я не знаю, как живут холостяки. Я могу из личного опыта рассказать. Но это по-разному, конечно, бывает. Но возвращаясь к теме бессонницы и тревоги, всё-таки, наверное, решающая важнейшая вещь – это уметь эту самую тревогу разглядеть и расслышать. Кстати, бессонница может быть и признаком так называемой маскированной депрессии. То есть депрессия, маскированная депрессия – депрессия, которая проявляется не как положено жалобами на плохое настроение, на подавальность, на тоску, на печаль, а депрессия, которая вроде бы на поверхности не видны проблемы с настроением. Но есть какие-то физические симптомы странные. Или, в частности, есть бессонница. То есть, когда ко мне приходят люди, говорят, у меня всё хорошо, только не сплю почему-то, когда начинаем об этом разговаривать подробнее и выяснять, с чего эта бессонница началась, какова предыстория, как всё это выглядит, всегда с каждой бессонницей проглядывает или тревога, или депрессия, или та самая тревожная депрессия. То есть, если мы подходим к лечению бессонницы, тревожной бессонницы так строго по правилам, ну, может, модно всякие пирамиды выстраивать. Наверное, верхушка пирамиды, да, это снотворная. Второй уровень пирамиды – это транквилизаторы, которые не просто заснуть, а которые снимают тревожность, дают тебе расслабиться, делают тебя спокойнее, а ты засыпаешь. Но, как мы уже говорили, это такая неприятная ловушка, потому что со временем ты понимаешь, что без них спать уже не можешь, иногда ещё и нужно в итоге наращивать дозировки транквилизатора. Поэтому, когда люди принимают снотворные транквилизаторы, желательно их периодически как-то менять и вообще следить. То есть, пьёшь их слишком долго, потом мы будем иметь большую проблему с тем, чтобы от этого отвыкнуть. То есть, есть люди, которые уже в возрасте, они смирились с тем, что будут пить их до конца дней своих. И если они ещё могут так пить, не повышая дозировку, то ладно. Но часто бывает, что дозировки не хватает. Третий уровень подхода к бессоннице – это антидепрессанты. То есть, мы находим под этой бессонницей тревогу, генерализованную тревогу, депрессию, панические расстройства, посттравматические средства расстройства и так далее. То нам здесь не избежать антидепрессантов. Под этим уровнем идёт психотерапия и понимание того, откуда что пришло, откуда в тебе столько тревоги, откуда она накапливается и как с этим поступать. Параллельно с этим, немножко даже не слоя, идёт то, о чём мы тоже поговорили. Есть та самая гигиена сна, есть те самые вещи, когда человеку с бессонницей желательно ложиться в одно и то же время, то, что мы сказали, избавление от гаджетов, то, что мы уже говорили, желательно перед сном не обсуждать животрепещущие проблемы, проблемы работы, проблемы отношений и так далее. Или глобальные мировые проблемы. Или глобальные мировые проблемы. Глобальные мировые проблемы, конечно, у нас никого не минуют, те или иные, кого-то волнуют. Всех, наверное, волнует коронавирус, кого-то волнует выборы в Беларуси, кого-то ещё что-то, но у нас у всех есть о чём переживать, кому что ближе к сердцу. То, что нам ближе к сердцу, о чём мы переживаем, лучше как-то осознанно попытаться, конечно, мы сейчас можем управлять ходом своих мыслей, но осознанно попытаться как-то перенаправить свои мысли на что угодно другое, на книгу, на дыхательные упражнения. Кстати, одна из вещей, когда мы просыпаемся посреди ночи и сразу начинает в голову лезть всякие беспокойные мысли, в этот момент стоит себя хотя бы попытаться на этом остановить. Не пытаться сейчас посреди ночи разрешить все экзистенциальные проблемы, которые тебя преследуют. Попытаться отвлечься на что угодно. Я знаю, встать попить воды, может даже, если есть, зато возможность включить свет и немножко почитать, чтобы успокоиться и отвлечься. Кстати, дополнительная вещь, которая характерна для тревожной бессонницы, именно для тревожной, когда человек проснулся, встал на часы, потому что, допустим, уже 4 утра, и начинается паника. Мне вставать через 3 часа. Я не могу уснуть. Боже мой, смотрю на часы снова и снова. Я уже точно не высплюсь. И это уже превращается в панику, потому что что случится? Я сейчас не высплюсь. Эти минуты человек смотрит на часы, он пытается за всех заснуть. Чем больше он пытается, тем хуже это получается. Вот это ловушка. Здесь тоже, в общем-то, понятная история. Если ты чувствуешь, что ты не можешь заснуть, лежать и изо всех сил пытаться это сделать, глядя на часы, худшее, что можно придумать. Ты можешь ещё раз встать, ты можешь подышать, ты можешь открыть окно, дышать свежим воздухом, ты можешь попить воды, ты можешь, в конце концов, знаю, ну, идти на улицу – это экстремально. Мне кажется, важно не воспринимать засыпание как цель, потому что тогда… Как сверхцель, как сверхзадача. А главное, понимаешь, даже если ты не выспался… Это не конец света. Это не катастрофа. То есть, ты не выспался, это не значит, что весь твой день рухнет. Если это с тобой происходит каждую ночь, то, конечно… Повод обратиться. Повод обратиться, и в общем-то не надо это затягивать. Не надо ждать, потому что, опять же, у людей в возрасте бессонные ночи приводят к подъёму артериального давления, к проблемам сердечными, когда есть проблемы с сердечными, с сосудистой системой и так далее. Поэтому бессонница хорошо и легко относится в молодости. Чем мы старше, тем к ней надо относиться серьёзно. Но если она это и есть уже в молодости, это тоже не пот, не отмахиваться. Потому что люди, которые недосыпают годами и за это расплачиваются здоровьем, чем угодно, это частая история. Мы ещё успеваем принять один телефонный звонок. Да, здравствуйте. 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 У меня были бессонницы. Ну, это, я думаю, не из-за того, что я там какой-то сверхответственный. Просто меня гоняли, как собаку. Работодатели. То есть они на мне экономили, хотели заработать. И получается, что у меня была переработка сверхурочных за год по 500 часов. А Министерство благосостояния, я ходил в жаловство, трудовую инспекцию, и Министерство благосостояния, для того, чтобы навести порядок, они постепенно увеличивали за год количество сверхурочных разрешённых. Извините, пожалуйста, у нас эфир скоро закончится. У вас есть конкретный вопрос по теме или нет? Ну, вот я по теме, что это не обязательно, что человек там сверх какой-то, как вот вы говорили, ответственный. Это просто его гоняют. У нас никто с этим не боролся. Ага, спасибо большое. Извините, что я вас прерву, но времени так много. Ну, то есть внешние факторы, не внутренние, а внешние? Внешние факторы, ну, наверное, бывают в жизни ситуации, когда у тебя нет особого выбора. Увы, наверное, но мы сегодня, наверное, по поводу звонка, уважаемые слушатели, мне трудно дать какую-то рекомендацию, кто-то посоветовал бы искать другую работу. Но мы понимаем, что у вас в жизни тяжелые периоды, когда выбор у нас особо внесет. Сух Штель сказал, были, поэтому мы смеем надеяться, что сейчас ситуация улучшилась. Будем надеяться. Резюмируя нашу сегодняшнюю передачу. Во-первых, всегда стоит попытаться понять самому или чьей-то помощью, что стоит в твоей бессоннице. Я еще раз повторюсь, бессонница – это симптом. За ней явно стоят какие-то еще причины. Стоит его расслышать. С высокой степенью вероятности, если вы начнете вслушать то, что вам мешает спать, вы найдете более или менее тревожные мысли, тревожное состояние, переживания и так далее. И тогда я искренне рекомендую сосредоточиться на распознании и лечении той самой тревоги. Потому что если вы разведетесь с тревогой, то бессонница естественным путем исчезнет сама. Ну, на такой, не могу сказать положительной, но воодушевляющей ноте. Слушайте себя, слушайте свой организм и не стесняйтесь обращаться к специалистам, в том числе к психологам, к психотерапевтам. Это была программа «Диагноз недели» с Ириэлем Резниковым-Мартовым. Напомню, что далее после новостей в эфире радио «Балком» программа «Открытая кухня» гостем студии станет Петр Карпухин, основатель СММ-агентства, ОЭКС «СММ-18 часов вечерний интерактив», где Вадим Родионов и Анна Смирнова обсудят ситуацию в Беларуси, какие-то новые данные нам стали известны. В общем, и вы сможете позвонить и высказать свое мнение. Программу для вас привели Резик Мартов, Артем Липин, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.